Привет, с вами Иван, а в руках у меня Джиггерноут Миша Мансура Семенструн Джексон HT7. Субтитры создавал DimaTorzok Стоит данный семи струн в Москве в августе 2017-го 68 тысяч рублей, как нам сообщает Яндекс Маркет. И также существует шестиструнная версия Джиггерноута. Лидер периферии Миш Манзур имеет целую линейку гитар Джексон и сам играет на Custom Shop дорогостоящей версии. Здесь же у нас самое дешевое, индонезийского производства гитара. Подробные спецификации Джиггерноут вы найдете на сайте производителя, ссылочку я дам под этим видео. Я же хочу сказать о важных вещах. У гитары Минзура 26,5 дюйма, что на 1 дюйм больше традиционной фендеровской Минзуры. То есть это как бы баритон, что позволяет получить улучшенное натяжение на тех же самых калибрах струн. Для многострунов это очень актуально, поверьте мне. Вторая важная вещь на HT7. Все железо сделано самой фирмой Джексон. И колодчики с замком, и бридж, и звукосниматели. Но сделаны очень хорошо и добротно. Рукам приятно. Крутится и вращается, и звучит все на высоком уровне. Бридж православный, фиксированный со струнами сквозь корпус. А гриф закреплен на четырех болтах таким образом, что сочленение все покатое, зализанное и невероятно удобное. Рабочая поверхность грифа шреддерского образца плоскунькая. Теппинг играть просто роскошно. Да и не только теппинг, а в принципе любые высокотехничные солирующие и ритм партии. Мы уже отслушали данную гитару в миксе. Давайте теперь просто попереключаем звукосниматели на чистом звуке. Послушаем пять вариантов звучания. Плюс ручктона. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а теперь рифачок на перегрузе отдельно от микса. Причем я сейчас сыграю только на шести струнах. Просто чтобы показать возможности данной гитары в традиционных стилях рокового ВК направления. Миша Манзур в своих джент эпосах подключает гитару не на прямой усилитель, а практически всегда через какой-нибудь овердрайв. Или скример. Айбанес TS-808 или Максон или еще какой-нибудь бутик. Я использую Nux Tubman Overdrive MK2. Это не что иное, как скримоид от известного китайского производителя. Для сравнения давайте послушаем, как гитара звучит без скримера. А затем со скримером. Субтитры делал DimaTorzok Как можно услышать, Tubman MK2 делает звук гораздо более поджатым и гораздо более джентлым. Одной лишь только гитары для достижения настоящего джентлского скрежета недостаточно. Вам понадобится скример. И это нормально. Jackson Jaggernaut самая удобная семиструнка, которую я только держал в руках. И даже удобнее, чем Олли Энгландовская подписная семиструнка Washburn Solar. Хотя Washburn Solar очень и очень удобен. Здесь просто какая-то фантастика. Она как будто выплывает, как жидкий терминатор внутрь твоего тела. Корпус ну просто весь обтекаемый. Доступ к любым ладам фантастический. Профиль грифа божественный. Прямо левая рука просто порхает, как летний ветерок над полем. Звукосниматели джексоновские. Это не Bairnacle Jaggernaut. Это джексоновский вариант. Звучат как джиггернауты. То есть по звуку ну просто прямо сразу мгновенно то, что нужно. И звук бархатистый. Он богатый. Вот первая ассоциация, которая приходит в голову. Очень богатый звук. Любой аккорд, даже самая простая квинта, будет звучать раскатисто. Она будет звучать массивно. Собственно, своему названию гитара отвечает на 100%. Единственная придирка, которая у меня конкретно к этому джексону, к этой модели, сделанной в Индонезии, это то, что лак, который здесь использован на деке, точно такой же, который используется на самых простых сквайрах индонезийских. То есть тот же самый не очень приятный на ощупь. Да, он блестит. И я знаю, что на видео это будет сложно понять, но на ощупь мне не очень приятно. Может быть, я, конечно, избалован всякими кастомами. Но вот как-то и отпечатки на нем остаются. И что вот особенно неприятно, может быть, из-за того, что сейчас, конечно, жара в Москве 30-градостная, оно очень быстро липнет локоть, липнут руки, и как-то не очень. И гриф тоже покрыт очень-очень тоненьким, но слегка маслянистым лаком. Серьезно, если вы придете в магазин, снимете с вешалки любой сквайр, он будет таким же точно лаком покрыт. Я это чувствую. Но в остальном гитара звучит великолепно, абсолютно классно строит, уже отстроена с завода так, что можно играть и не париться. И мне просто не к чему больше придраться. Она суперудобна. Я, наверное, повторяюсь, но, блин, это действительно так. Она фантастическая. У меня вызывает очень теплые чувства. Эх, если бы не этот лак. В общем, моя оценка 5 с минусом. Ну, а с вами был Иван. На моем YouTube-канале еще множество видео, посвященных электрогитаре. Подписывайтесь, ставьте по нравку. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok